Поклонники фигурного катания увидят сегодня на нашем канале первую прямую трансляцию из Сочи, где набирает ход чемпионат России, отборочный на европейское первенство. Начиная с 18.50 по Москве, смотрите произвольную программу у мужчин. Одной же из главных интриг первого дня стало противостояние танцевальных пар или иных же Ганшин и Синицына-Кацалапов. Жеребьевка развела их максимально далеко друг от друга. Никита Кацалапов с Викторией Синицыной выступали первыми, их бывшие партнеры Елены Ильины и Руслан Жиганшин последними. В этом сезоне у Кацалапова-Синицыной, которая тренируется в Америке, у Марины Зуевой стала минимум на одну мотивацию больше. Из-за сложной экономической ситуации, под угрозой возможность тренироваться за границей, им обязательно нужно попасть в Америку. Число лучших, чтобы федерация продолжала финансировать подготовку. У нас там было пару минут, пока оценки долго выставляли. Но в принципе, по ощущениям, даже по энергетике Марина сказала, что сегодня было гораздо легче, лучше. И реально сегодня уже вот такой вот прокат, я думаю, можно считать уже зарабочий, соревновательный. Чтобы войти в число призеров Никите и Виктории нужно очень постараться. Пока они лишь четвертые. Почти на 10 баллов их опережают бывшие партнеры. Первое место, хоть и промежуточное для Ильины Хижиганшина, конечно, супер успех. У меня сегодня совсем не было волнения, не знаю почему. Наверное, просто очень устали. Это просто наш домашний все-таки старт, и мы уже далеко не первый раз на этой арене выступаем. Да, и как-то так все равно. На чемпионате России все виды недосчитались олимпийских чемпионов. Но если в танцах Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев восстанавливаются после травмы, то Евгений Плющенко и вовсе сезон пропускает, тем самым бросая вызов соперникам. Трон свободен, но сможет ли кто-то в ближайшее время стать новым королем в одиночном мужском катании? Главный претендент Максим Ковтун. По набору элементов, а в коротку он делает в том числе и два четверных прыжка, Ковтун бесспорный лидер сборной. Но даже на победных этапах гран-при ошибки были. И чисто исполненная короткая программа здесь, на чемпионате России, хотя и вызвала бурю эмоций, то только в первые секунды. Доволен, что сегодня справился, но пока очень сильный осадок после финала гран-при. И в принципе довольным полностью я пока не могу быть. Только уже на предстоящих стартах международных. Я думаю, если я там смогу реабилитироваться и откатать там свой максимум, тогда я буду доволен. А сейчас еще завтра день. В парном катании конкуренцию не смогли составить двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, которые не выступают из-за травмы партнера. В их отсутствии положение бесспорных лидеров заняли Ксения Столбова и Федор Климов. После финала гран-при, где они были вторыми, прошло менее двух недель. За это время они успели вернуться из Барселоны, простудиться, пролежать в кровати с высокой температурой. Так что на тренировке осталось всего-то четыре дня. Возможно, сил им придал этот олимпийский лед, на котором год назад Столбова-Климов выиграли золото в команде и серебро в индивидуальном турнире. Не знаю, как и фейска. У меня первый день, когда я вышла, думаю, все как было вчера. То есть, как бы, такая ностальгия, что ли, наплыв эмоций, так и сразу. Приятно вернуться в такое место. Всегда удачно. Да, было удачно всегда. Так что у нас, в принципе, хорошее отношение к этому катку. Ксения и Федор, лидеры после короткой программы, умеют заинтриговать, если и не результатами, то чем-нибудь другим. Уже трижды в этом сезоне они меняли звуковое сопровождение для своей произвольной программы, поставленной на произведение из мюзикла «Нотр-дам-де-Пари». Во Франции выступали под французский вокал, в Испании под испанский, в других странах под английский. Слова, на каком языке мы услышим в этот раз, узнаем совсем скоро. Лиана Хозяхметова, Александр Федоров, Сочи.